Вот в интернете показано, когда у меня столько нападок, а на батюшку ни одного. Батюшка у них хорошая, они где-то не вмешиваются. Люди незнакомые даже, но они действительно хорошие, и действительно не вмешиваются. Но так ли это хорошо? Вот вопрос. Он в прошлом году говорит, Людям. Я не только крещу, ни одна душащая знания не пришла. Поднимитесь на себя, это он. Пятеро мои. Еще там пятьдесят человек пятьсот, пять тысяч, что-то все мои. А почему? Бог знает. Кому много дано, много спросится. Он кроткий, смиренный. Я говорю, он любит ходить по уголькам. Пока не трогать, может что-то как-то наладится. Зачем его трогать? Ну разбил чашку там где-то. Да я заплачу тебе. То есть он очень кроткий. Вот он дома сидит и слышит, теленок ревет. А соседи уехали. И они наказали детишкам. Теленок привязали его, напоили. И вы тоже ему водоналиваете, дети. А теленок-то привязан, но веревка-то ходит ему. Теперь-то он прошел, траву ел два раза. До ведра дотянуть уже не может. Если ближе поставить к этому колу, он веревкой верой смирнет. Жара, он ходит вокруг. И голова его притянула, вот так он стоит и орет. И он не поймет, что надо развернуться назад опять. Теленок, ему не дано. Батюшка пошел бы, знал в чем дело. Распутал его, пошел в воду и принес, налил. А ребятишки где? Ребятишки залились, где-то играют. Они забыли, что у них дом есть. У меня мысли даже нет, чтобы я так делал. Это я должен делать теперь все. А в другом доме та же самая история. Я должен ходить, только телят этих отматываю. Кормить. Мне искать и надо телят. Я найду ребят. Я их привяжу к этому колу. Я их взгрею так, что они около теленка ночевать будут. Их оставили. И за это я уже перед Богом отвечаю. Вот наша разница. Я могу назвать день моего обращения. 27 сентября 1962 года. 17.00. День возбижения Честного Житворящего Креста. Латвийская ССР. Город Венспорт. Улица Карла Розенберга. 18.4. Все. Моя жизнь полностью изменилась. Вся. Вся. До основания. Притом я ничего не делал. Это Бог делает. Я искал, я жаждал. И это у меня описано в книге «Для Слова Божия нету». Теперь, когда сказал, обратился ко своим людям. И говорю, вы напишите, кто как обратился. Как пришли в общину. Как пришли в общину. Ну и даже люди, которые не в общину не пришли и ходили на занятия. И они ответили. В общей сложности 84 человека. Это уже можно сделать. Вывод какой. Почти все 100% указывает, ходили на занятия или слушали радиопередачи, которые я вел. Вот и все. И мы так же. Вот так же. Понимаешь, какое дело-то? А как-то образумится, а как-то никак. Я не буду ждать, когда образумится. Я начинаю заранее тушить пожар. Ну, может, прогореть, да, недалеко, рядом, потом... Ну, что сделаешь? Загорелось. Знаете, разумный человек и мудрый – это большая разница. Разумный знает, как вылезти из ямы. А мудрый знает, как не попасть в нее. В эту яму. А ты можешь день и ночь учиться, лестницу с собой таскать. А ну-ка, провалюсь. Всю жизнь хорошую. Я должен все условия знать. Какие повороты, куда идут. И сразу другим сообщаю. Вот он ездил в Америку. Покуда там? Принезли. В Синоди, в совещании и домой. Я ездил в машине с человеком, который стал митрополитом. И мы ездили, говорится, от континента до континента. Делали сборы. Были у меня выступления. Я в Синоди там сижу, спрашивают. И живу в Синоди. Это большая разница. Княг привезли, ночевал, протянул руку, проголосовал, поехал домой. Я его не обвиняю. Вот сегодня он пришел и говорит. Я говорю, вот видишь, там как подмывают. Вот она не могли никак. У нас не было ни средств, ни свая, ничего не было. Не надо воду поднимать. Уровень воды. Я говорю, там полметра было-то. Ну и что? Полметра там и не рывы. Все промерзает. Грязь одна. Кроме того, промыв. Промыв шириной метров шесть, не меньше. И примерно метра четыре. Теперь прочитай, когда подъезжаешь, дорога, и вот такой, ну, дом. Это прорыв воды. И они обижали, чтобы поехать туда десять километров, в рыбку. Они едут в другом направлении. И там, 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 вокруг этих околков, где лог кончается, проходит. А для меня это задача. Я стал думать, как? Так прорыв первый на первом мостике. Я всякие разные делал, как вот дерево там связывать. Договариваюсь купить или как там достать такой большой, списанный. У машин называется прицеп или как-то. Ну, метров шесть длиной такой. Машины такие. Есть списанные. Ну, и тут установите, что они езжают, дорогу там. Наконец увидел фильм «Кавказский пленник» Льва Толстого. И там переезжают они через горную реку. Ну, река Тещетка, и они по камням. По камням. Но эту прорыву завалить, камень-то где потеряют? И все нашли. Сколько там кубометров, я не могу сказать. Ну, кубометров тридцать камней больше заложили туда. Камни. И теперь видишь, как едешь. Вода идет, проходит. И там подняли воду. Четыре метра сейчас. Четыре метра. Рыба. Новые птицы появились. Это меняет микроклимат. Мы даже не замещаем. Ветер доет. Это даже в любую жару. Это микроклимат. Кроме того, вот мы недавно опять с рыбой. У нас все свое. Как делать? Не знаю. И вот дороги. Какие дороги делать? Они что-то для дорог сделали, потерялись. Ни один. Вот где проезжаешь мимо храма, а дальше Низинка. Туда только мог пройти. Ну, вот Беларусь. Такой трактор. Колеса. Вот такие вот колеи, водой наполненных люпой. А остальное они через кладбище проезжали. У меня стоит задача. Я разузнаю, где будет дозер нанять, привезти. При пенсии восемь тысяч. А привезти, увезти. Только привезти, не работать. Пятьдесят тысяч. Понятно, что еще ради... Да и вы живете, а не я, я в городе живу. Прописано. Еще это для меня никакой роли не играет. Людям плохо. Это для меня. Людям плохо. Теперь я его привозят сюда. Теперь я его договариваюсь. Деревенский. Каждый день он где живет. Обихоженный. В обед. А сегодня одна. Завтра другая. Утро. Больше чем три раза его кормят. Кто туда будет приносить? Где трактор прятать? Где горющее заправляться? Кто будет? Как оплачивать? Заранее я все беседую, узнаю, записываю, договариваюсь. И за каждый час полторы тысячи. За каждый час. Дороги все восстановлены. Подняли мы вот настолько вот... Ну, настолько вот поднято от того уровня, который был в дороге. Теперь скатывается вода. Теперь песок сантилетов 15. Подушка. Сверху щебень. Щебень вот только от батюшки там. Ну, пройти вот это. Я не знаю, там 100 метров. Нет, наверное. Я отдал 232 тысячи. Понимаешь, что это такое? То есть я уже, можно говорить, не один миллион зарыл в землю. В прямом смысле. И мне даже нужды никакой нет. Людям хорошо? Да, хорошо. Я доволен. И вот сейчас у них где-то неприятность вот-вот могут... Ну, там... Звери подрывают. Они никаких. Я доберусь за зверей. В прошлом году я добрался, когда до них, когда здесь все сделали. У меня за раз капкан хлопнул, сразу двоих поймал. Один капкан. Первый раз такой видел. То есть я узнал, с чего, где они могут прийти. Ни на мясо, ни на что. Если они водоплавающие. Я делаю так, где-то... Вода утекает. У них тревога. И они туда все кидаются, скорее залатать. Андаты. Про другое говорить не буду. Бывают барсуки. Но те такие здесь. По степи. Вот мы родные братья. Он на 5 лет моложе меня. И что? Не могу я до конца сказать. При рождении это дано. Он, как священник, он... Лучшего желать нельзя. Кроткий, смиренный. Помощь едет. Нагрузится этими подарками. Там мед везет. Варенье у него все есть. У меня ничего нет. Угол, как сокол. А когда коснешься до дела, у меня все есть. Смотри, сколько столбов. Смотри, сколько свай. И как мы их будем забивать. Сколько у меня друзей. Какое селище. И вам... Вот как бы не это... Я могу сейчас договориться. Сейчас вот по второму. Глубо часам. Игорю скажу, что по деревне ехал. Объехал. И в Одессе сюда выйдет. Выйдет. Мы села и погрузим. И сразу на Симаковский. Туда не поедем. Мы там дорогу все испортим. Итак, ребята. Вы согласны на это? На Симаковский. Где купаются. Все. Володя, как ты считаешь? Не знаю. Как с сырость-то там? А? Как там с сырость-то работать? Нормально будет? Нет? Ну... Мы будем ходить по глине, по грязи. Я не знаю. Насмотреть сперва. Ну, по глине-то там что? Только по этой пройти. Солнце. Скажи, чтоб солнце было. Мы можем даже по этой... По самой-то... Растрясти маленько солому. Я бы лучше сейчас траву скашивал. У нас все везде заросло. Траву какую? Вот эту бы все обкашивал. Возле Надежды Васильевна там все обкашивал бы. Ну, давайте тогда расскажем. А остальные куда, люди? Николай, я тебе скинул материал сегодня от патриарха. Потому что ты в курсе всех дел. Нашел, нет? У меня тут... Я-то подхожу когда. Только вот сейчас подошел к компьютеру. Ну, посмотри на тебя. Ну, посмотри сейчас. Посмотри. У меня тут... Поработать вообще было на компьютере. Ты меня привязал что-то или что? Да, это микрофон. Отвяжи, я уйду. Как быка на привязь. Чтоб все слышали, а то жалуются, что не слышно ничего. Ну ладно. Я к тому говорю, что видимо от рождения каждому что-то так Бог отвешивает уже. И так... И проще. Но все-таки я на то, чтобы жить бурной жизнью. Не тихое озеро. Потому что жизнь это борьба. Кто-то сказал так. Даже не уважаемый мною. Да. И вот мы начинаем все делать. Сейчас видишь, что сделали. Не побуждал бы все время. Не стоял бы, чтобы не разговаривали. Ну, еще еще, все еще. Стояли бы там. А сейчас у нас все закончено. Сейчас... Ну, все. Солнышко. Сейчас надо выносить. Мусор в одно время. Я договорился с Игорем. Поеду. Сейчас он никуда не может поехать. И отвезет нам сваи. Володя, подготавливай все. А что у меня спрашивали тогда? Что нам делать? Когда уже все решили. А чем займешь-то? Кого людей? Людей, чем займешь сейчас? Чем хотите? А чем хотите? Ну, я займу. Мы там маленько протрясем по соломке. Так все идти. Дальше эта трава. Соломки чуть потрясем по глине. По даме. И надо смазку готовить. Отработку. И мы сейчас на той стороне будем. Мы начнем сразу уже кувалдой махать. Пошли. Отключайся. Пойдем. Герасим киваешь. Ты пойдешь. Бензопилу потом ремонтируешь. Здесь все, пойдешь? Ну давай. Да, да. Все. И мы сейчас не будем.